Малышу Неону всего три месяца. Милый, добрый, пушистый Корги ждет встречи со своими будущими хозяевами. Заводчик собак Елена Савичева давно сотрудничает с щелковскими спасателями и знаменитым Корги-отрядом «Маруся и друзья». Два года назад один питомец отправился в семью, где воспитывается ребенок с особенностями здоровья. Корги не только стал ему другом, но и помог в реабилитации. Доброе начинание решили продолжить. Помогать детям же можно по-разному. Кто-то деньгами помогает, кто-то руками. Мы решили собаками помогать. Этот щенок поедет в подарок в семью с особенной девочкой, с Лизой. Но это было не просто наше решение. В этом участвовал местный реабилитационный центр. С помощью профессионалов-психологов проводили собеседование с несколькими семьями и выбрали именно эту семью. В день открытых дверей на базе аварийно-спасательного отряда Щелковского центра гражданской защиты малыша Неона передали в руки его хозяев, семье Залильдиновых. Сегодня такое событие, Ларис, приноси. Семья такая замечательная. Папа служит участник боевых действий. Девчонка прямо она горит желанием. Мы привели, скажем, такой, не то что конкурс, а отбор, кому мы будем дарить эту собаку. Мы приняли решение, я думаю, что вы увидели реакцию. Это хорошее дело. Хорошие чувства, теплые, до слез радостные. Собаки были уже, но это в детстве больше. Сейчас, надеюсь, вспомним, как это. День открытых дверей на базе наших спасателей собрал участников корги-отряда из различных регионов. Даже отдаленных были и те, кто приехал в Щелково из Мурманской области. У нас, знаете как, у нас в Мурманске подобных отрядов нет. У нас есть такое, что корги-хозяева собираются отдельно где-то на какой-то площади и там гуляют с собаками. Да, мы бы хотели еще поучаствовать. К сожалению, мы уедем через две недели, но мы бы хотели еще приехать и поучаствовать в таких вечеринках. А не так давно и у сотрудника Центра гражданской защиты Андрея Яковенко появился питомец Корги-Адель. Как признается Андрей, стала настоящим членом семьи. Теперь даже не представляю свою жизнь без собаки. День открытых дверей был посвящен безопасности на воде и профилактике лесных пожаров. Программа «Корги-встречи» включала различные активности. По сложившейся традиции состоялся корги-забег. Также питомцы проходили полосу препятствий и участвовали вместе с хозяевами в различных конкурсах. Встреча получилась теплой, проникнутой любовью к четвероногим друзьям. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Программа «Корги-встречи» Программа «Корги-встречи» Программа «Корги-встречи» Программа «Корги-встречи» Программа «Корги-встречи» Программа «Корги-встречи»